Светопредставление бросает нам хирург вместо приветствия. Неделю назад он так характеризовал предстоящие байк-шоу. За несколько часов до начала питерскую погоду. Трое суток дождя, вместо земли вязкая жижа. Трюковую программу отменяют, опасно для жизни мотоциклистов. Мокнет пиротехника, город на Неве верен себе. Но лидер российских байкеров тоже. Я не остановлюсь до последней минуты, я буду что-то делать, не опускать руки. Дай бог, чтобы хотя бы то, что должно получиться, хотя бы наполовину получится. Не легче тем, кто мчится в поселок под Санкт-Петербургом со всех сторон. Главное – доехать. Ни мокрая одежда, ни расстояние значения не имеют. Одна из колонн мотоциклистов подбирает Гюнтера. Он заблудился, потому что ни по-русски, ни по-английски не знает ни слова. Но отметки покоренных стран в его загранпаспорте приводят байкеров в благоговение. Без перевода понятий на ответ на вопрос, зачем пожилому голландцу такие путешествия. Лагерь байкеров растет, как на дрожжах. С каждой минутой появляются новые палатки и удивительные средства передвижения. Байк-шоу давно перестало быть просто сбором единомышленников. Сегодня это парад фантазии, ярмарка тщеславия и все что угодно. Приехать сюда на таком вот монстре по имени Самсон, это верх хорошего тона. Мотоциклы, мотороллеры, машины давно забытых моделей. Два дня по палаточному городку байкеров можно ходить как по музею. Хозяева мотоциклов с удовольствием делятся своими открытиями по их усовершенствованию, а также едой. Впрочем, провизию даже палатки берут с собой далеко не все. Лишний груз снижает скорость. Опытный человек все по месту находит. Чуть-чуть там взял, чуть-чуть там взял. И вот смотришь, у тебя уже сухой комфортный домик. В лагере Харьковчан обед, а на сцене пик нервозной обстановки. Музыканты настраивают гитары под грохот гульдозеров, пытающихся хоть как-то засыпать грязь. Мотоциклисты репетируют трюки, несмотря на отбой. Невозмутим лишь Шевчук. Как известно, дождь он обожает. К тому же уверен, что подобрал для концерта подходящие песни. Они тоже посвящены человеку и металлу, и взаимоотношениям человека и железа. Вот это очень важно. Еще немножко резины, бензина, но главное – человек. А лидер группы «Аукцион» петь не собирается. Говорит, это как раз то мероприятие, где надо отдыхать душой. Безалаберно ходить, курить, смотреть на небо и на деревья. И общаться с хорошими людьми. Многочасовой концерт – лишь прелюдия к главному. Все ждут полуночи. И вот шоу, которое «Ночные волки» готовили почти год. Урбанистическая мистерия, огонь и лазер, взрывы и фейерверк. Зловещий танец огромных машин. И победа «Ночных волков над природой». Бензовоз. Бензовоз выехал из экрана. Понимаешь, что я тебе сказал, что символично, то получилось. А еще хирург радуется, что в Випложе нет никого из приглашенных. Значит, они предпочли быть у сцены вместе со всеми. Мы натыкаемся на Арину Шарапову. Она прилетела специальным чартерным рейсом для гостей из Москвы. Сумасшедшее шоу, супер люди, смелые вообще все те, кто сюда приехал. Ну, вообще, 300 лет Петербургу, по-моему, это здорово, когда вот так отмечают. В этом что-то, правда, есть. Редкое удовольствие для вип-персон. Почти не пристают с автографами. Во-первых, темно и не узнать. Во-вторых, здесь свои звезды. Галя – мисс байк-шоу 2002 года. Правда, о таких пустяках говорить она не хочет. Предпочитает беседу о новом убранстве своего мотоцикла. Мой дизайн, моя задумка. Делал вот все Андрюха. То есть воплотил в жизнь мою мечту. Уже светает. Вип-гости тянутся к автобусам, байкеры к палаткам. Прощаются, как свои. До следующего байк-шоу. Олеся Кузина, Виктор Швагерус и Дмитрий Кьяновский. Первый канал. Санкт-Петербург.